Ну, то есть, как будто мы повзрослели бы, да, как будто бы, такое, да, состояние, да? Что-то мы как будто взрослые стали, ну, чего это вообще-то, я уже взрослый и взрослая. А потом приходит понимание, что это нездоровое какое-то положение. Надо Кришну просить, это предание. Кришна, неужели ты думаешь, что я повзрослела? Я не повзрослела. Эмоция. В молитве самое главное, эмоция. Нестандартная схема каких-то строчек, слов там. Последовательность правильная, ударение куда-то правильное там ставят. Эмоция является основой молитвы. Что мы в это время переживаем внутри? Можно просто там какую-то шлоку пришел, там. О, я, 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 Кришна, видела я, 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 шангари, я, 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 я. Я, 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 я. И пошел толторян. Что к чему, что сказал вообще? Как про чирика, как воробей какой-то просто. Воробей хоть со смыслом чирикает, а мы просто там что-то отчирикали. Никаких эмоций нету, значит молитва не дошла до цели. Эмоцию это не просто будет в самом начале делать, но надо попробовать. Почему говорится, нужно молиться с настроением, как ребенок потерял маму. Такая эмоция должна быть. Почему это происходит? Оскорбление где-то происходит. То есть либо кого-то критикую, либо скорее всего Божеством какое-то оскорбление совершил. И как бы перекрывается канал отношений с ними. Теперь нужно это осознать и попытаться как бы справиться. Для этого нужно усилий теперь уже. То есть сейчас так просто это, ну никак, надо усилий теперь приложить. Доказать Кришне. Кришна, пожалуйста. Ну как маму зовите. Мама. Ну мамочка. Ну что да, Кришна говорит, не-не, не серьезно ты что-то. Ну конечно не серьезно, откуда же у меня серьезность? У меня ее нету, я тут вся в аппаратах тут сижу. Ну ты же все знаешь. Чего мучаешь меня? Кришна. Он говорит, не-не, не серьезно. Как не серьезно, а как я еще должна? Ну Кришна. Не-не, не верю. Не рассказывал как Йог нас учил плакать? Я боюсь рассказывать. Страшно вообще очень. Йог учил нас плакать. Мы поднялись в Харинам Атурам, в Гималайи, в Верхави и Ганга Истур. Он начинает свой. И там один Йог живет. В храме. Поклоняется Радхе с Кришной. Божества вот такие большие. Радха с Кришной. Радха очень строгая там. Такая. И она благословляет. Но она какая-то такая, знаете, ну может быть не так, но такая. Ну Гималайи, представляете, ледники, холодно там. Йог еще поклоняется. И он в пожаре, и президент, и дворник, и повар, короче, сторож, и хозяин этого всего. Одновременно. И вот тут мы с Харинами пришли. Он говорит, идите ко мне жить. Идите, живите у нас. Здесь гостиницы. Вот заселяйтесь, живите. Платить ничего не надо. Сколько захотите, столько дадите. Мы такие не поняли. Какого-то перепуга будет. Да ни с какого здесь Радхарани я поклоняюсь. Скорее всего она вас привела. Давайте, проселяйте. Мы шли в алтар, но я бомлили. Радхар с Кришиной стоит. Кришна сидит и стоит. Радхарани благословляет. Вот это да. Мы раз туда. И он вдохновился так сильно нами. Харинаму когда заглядел, он там пел, танцевал, плясал весь в экстазе такой. И потом на следующее утро мы проводим службу. Он свою провел там прямо. Мы попросили, чтобы тоже в алтарном своем были. Да, нормально. И мы там пропили службу. Прочитали джапу. Прочитали Багава там. Все. И он все это слушал в экстазе. А потом сказал, вы лицемеры здесь все. Мы такие, как это лицемеры? Да потому что вы просто лицемеры. Вы не умеете плакать по Кришне. Никто из вас не плачет по нему. Я сижу и думаю, что тогда в этом суть какая-то есть. Ну так смело что-то. У нас же здесь 40 человек сейчас. Ну такие вот мысли полезли. Представляете? А там процентов 80 это ну начинающие преданные там. И вообще новые там несколько человек было. Просто такие все. Только-только просто. И они в шоке таком. Как это лицемеры? Ничего себе. Я говорю, ну-ка давай на свою руку рассказывай. В чем это наше лицемерие проявляется? Он говорит, так так плакать вы не можете жить. Надо плакать. Как мама, ой, как ребенок потерял маму. Вот так надо плакать. Я думаю, о, это же что-то с нашей философией схоже. Я говорю, ну-ка, ну-ка, ну-ка поподробней. Я говорю, ну что подробней. Радхарани ваша мама. Согласны с этим? Ну да. Кришна отец, да, да, да. Надо плакать по маме. Вы же потерялись. Вы же дети потеряны. Почему вы не плачете? Значит она вам не интересная мама. Ну-ка давайте плачьте. Зовите маму. Как надо маму звать? Ём шакти, это йог же. Там шакти столько в нем. Ну-ка давайте плачьте. А я сижу и думаю. Знаете, этот стереотип, что плакать надо как-то так. Ари Кришна, 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 Кришна. Думаю, что надо так плакать. Думаю, что-то не укладываете, как это так плакать. Ну давай не плачь. Да не буду я, я не могу так плакать. Я говорю. Ну-ка поплачь, научи нас. Ну ладно. Давайте сейчас покажу. И он прям реально плакал. У него прям слез, он прям звал ее. И знаете, так жутко слышать было. Жутко. Жутко просто. Знаете, как будто в преисподне какой-то просто ад. Просто невероятно. Потому что он искренне плакал. Он звал искренне ее. И он так в течении двух минут, наверное… И прям, вы представляете. Жутко просто было это. Я думаю, боже мой, ничего себе. И так поворачиваюсь назад. Смотри, он там наши в перепуге. И он потом раз такой, ну такой. И так выпидел. Ну вот как-то так. Ну че, попробуй вместе. Ну давай. Ну-ка вместе, давайте вместе пробуй. Давайте вместе, давайте. Вот смотрите на Радхарани. Она вот пыталась... Я прям чувствую, что это Радхарани через него просит, чтобы мы так попробовали хотя бы. Хоть подумали, каково это, как потерял маму. Ее уже шоктанулось, мы не знаем, минуты 3, наверное, или там 5. Сижу и думаю, дурак что ли? А сам... И потом в какой-то момент я прям почувствую, что-то да... 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 И потом я поворачиваюсь... Все в слезах сидят и плачут. Представляете, все... Мама... Все плачут, и потом этот экстаз, знаете, он весь тур разливался, вот этот экстаз. Потом, когда все закончилось, поделись реализация, ну че? Я говорю, это самый крутой день в Хариновой туре. То есть мы постоянно, ну... По-настоящему мы почувствовали, как мы страдаем без Радхарани, без мамы, как мы дети вот эти потерянные. И знаете, почему это почувствовали все там? Потому что у него это естественным образом проявлено. Он не прилагает усилий плакать, он каждый день плачет. Каждый день плачет по ней. Эмоция, именно эмоция. Почему мы этого не чувствуем? Это ответ на ваш вопрос. Только потому, что мы не понимаем, в каком плачевном положении мы находимся. Мы так заигрались в эту игру материальным миром. Да все нормально, Кришна все устроил здесь. Мы ничего не потеряли, мы... Ну... Финиш, в общем... Попробуйте осознать, где мы находимся. И кого мы потеряли. И сначала это будет искусственно. Молитва, эмоций не будет почти что никакой. Но пробуйте раз за разом, раз за разом. И Кришна на усилия на наши сильнее всего обращает внимание. На наши усилия. На нашу мотивацию. И на наши усилия. И все. И он пленником становится тогда нашим. Можем пленить его. А потом он говорит. Я собственность моего преданного тебе. Он может мне распоряжаться как хочет. Я его собственность просто. Это не простая задача. Но это стоит тому. И этому стоит жизнь целую отдать. Вот чему стоит жизнь отдать, так это вот этому процессу. Молитвенному. Взывать Кришну. Все остальное гроша ломановыми стоит здесь. Звать Кришну просто. Что мы потеряли что-то очень дорогое, очень ценное. Настолько ценное и дорогое, что мы даже понять не можем, что мы потеряли. В такой иллюзии попадаем. Надо звать и звать его. Каждый день молиться с таким настроением. Плакать просто. Кришна, Кришна. Я очень хочу тебе вернуться. Ты мне нужен. Я без себя не живу здесь. Для этого мы должны понять, где мы находимся. Что это за яма. И что это за яма? Госпожитание говорит. Выгребная яма. Он говорит, материальный мир это выгребная яма. Что в выгребной яме находится? В выгребной яме. Испражнение. А что еще в испражнениях есть? Черви. Вот это все так достаточно. Вот это говорит мир такой материальный. Выгребная яма.